Здравствуйте, мои дорогие! Снова с вами я, Рануа Азизовна, автор канала Flora Woman на Телеграм. Мы продолжаем обзор растений у нашей подписчицы Кати. Несмотря на то, что лилии, лилейники уже отсвели, здесь махровые лилии только начали выдавать бутоны. Катенька, Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про уход за лилиями и чем лилии отличаются от лилейников. И, если можно, два слова о размножении. Лилии отличаются тем, что у них луковица, а у лилейников корневище. Вот лилейники, тоже очень красиво. Вот, у лилейника цветок цветет один день, он падает, на следующий день у него зацветает новый цветок. А лилия цветет в течение недели-две, в зависимости от климата. Если жарко, то это неделя. Если более чуть прохладные дни были, то может две недели цвести она. Я слышала, что в Америке не зря называют лилию... Лилейник дей лилии. Лилейник дей лилии. То есть, как бы лилейник это однодневка, а лилия цветет неделю-полторы-две. Да, 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 подольше. А лилейник можно размножать делением корневища, а лилия размножается, если у него хороший возраст, у нее есть гнездо. Вот эти луковки нарастают. В любом случае, каждые три года мы должны ее пересадить в другое место. И при пересадке вы отделяете от гнезда вот эти луковицы. А можно лилию размножить и чешуйками. По-моему, вы подготовили нам на столе. Да, да. Ну, давайте тогда пройдем. Пройдемте. К столу. Лилии размножаются чешуйками. Это и есть чешуйки. Да. Когда вы разделяете большое гнездо лилии, вот с этой луковицы можно отсоединить чешуйку. Вот она, чешуйка. Мы ее сажаем в песок с торфом и в течение сезона у нее образуется вот такая вот микролуковка и корешки у нее уже свои идут. Вы ее сажаете. Она вырастает первый год вот такая. Просто листики. Стебля нету. Первый год пошел, да? Первый год пошел, да. Стебля нету. На второй год у них появляется стебель. Вот это второгодные уже чешуйки. Со второго года. И с третьего года то, что мы видим, уже начинают давать бутоны. Они начинают давать бутоны на третий год, а на четвертый год вы уже можете это гнездо делить даже. То есть от чешуйки до того, что вы можете поделить гнездо, пройдет 3-4 года. Вот и вот из такой микролуковки. По чешуйкам я вижу, что они посажены в песке в основном, да? Песок и торф. Лилейник. Это сорт стеллодаро. Он повторно цветущий. Осенью еще будет свисти. Два раза в сезон. Да, но с периодичностью не все лилейники сами по себе могут завязать вот такие семечки. Когда цветают, они падают. И вот так образуются семена. Они созреют, их можно потом посадить. Да, очень интересно. Можно из семян, но лилейники проще поделить. Из семян долго ждать. Зрители тоже услышали. Здесь, по-моему, мы нарушили покой Роя. Нет, мы не нарушили покой. У них сейчас время облета. Они облетываются. Пчелы, посмотрите. А вот ульи. Да, пасека. Пасека своя. Мини-пасека. Какие пчелы, какие именно цветы опыляют? Предпочитают? Да. Опыляют. Вот у нас растут вишни, черешни, яблони растут. По весне они цветут. Пчелы собирают с них пыльцу. И вот эти пыльцы они кормят своих деток. И нам хорошо, и пчелам хорошо. Они пыльцу собирают, а нам деревья опыляют. И зависть плодов хорошая очень. Да, интересно. Очень интересно. Пчелы у нас для опыления сада в основном. Вот от жары вот так листья желтеют у них. Да. Жару не любят. Жару не любят. Стоп. Ну что, Катенька, спасибо огромное за ваш обзор, вашего чудесного сада. Я надеюсь, многим зрителям тоже понравилось. Это информация, мини-мастер-урок. Я точно теперь буду различать, где Лилейник, а где Лилия. Спасибо огромное. Вам спасибо, что пришли. А с вами были Раду Азисовна, автор канала «Флора Вума» на платформе Телеграм. И Екатерина, автор канала «Катерина Флаверлав». Подписывайтесь, пожалуйста, на наши каналы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова